Надо четко понимать, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года было результатом военной победы Азербайджана и принуждения агрессора к миру. Об этом Калибер Ас сказал бывший министр иностранных дел Азербайджана Тафик Зульфугаров. Комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он сделал в ходе встречи с жителями поселка Ганаккент Губинского района. Напомним, что президент Ильхам Алиев отметил, что во время войны были те, кто хотел нас удержать. Были достаточно влиятельные круги, но нас не смогли остановить. Я говорил, пусть назовут нам дату, когда покинут наши земли, и мы готовы становиться в тот же миг. Сегодня я говорю то же самое. Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангизурский коридор, и тогда никаких проблем не будет. Поэтому считаю, что и руководство Армении, и общественность населения Армении должны понять это. Мы добились, добиваемся и добьемся желаемого, сказал глава государства. По мнению Зульфугарова, надо четко понимать, что заявление от 10 ноября 2020 года, это заявление, которое являлось не результатом согласия Республики Армения, а результатом военной победы Азербайджана и принуждения агрессора к миру. Там были обозначены все условия, которые Армения должна выполнить по результатам 44-дневной войны. Не зря в азербайджанской прессе и сам президент Ильхам Алиев называл этот документ актом о капитуляции. Отказ от выполнения условий такого рода соглашений является касса с Бели, то есть поводом к войне. Поэтому армянское общество или армянская элита должны хорошо понимать, что они обязаны выполнить условия заявления, должны освободить анклавы, должны вывести с территории Азербайджана все оставшиеся армянские вооруженные силы. Речь в том числе идет о зоне временной ответственности миротворческих сил России. Все эти условия должны быть выполнены, сказал наш собеседник. Говоря о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, Зульфугаров отметил, что брюссельская встреча – нечто иное. Встреча в Брюсселе состоится в рамках саммита Восточного партнерства. То есть параллельно саммиту лидерам Азербайджана и Армении предложили встретиться и напрямую обсудить какие-то вопросы. Брюссельская встреча – это не формат переговоров, это добрые услуги, которые хочет предоставить Европейский Союз в качестве, скажем, своего вклада и содействия взаимопониманию, не более того. Что касается урегулирования, то, как мы понимаем, Азербайджан принял в качестве посредников турецко-российский тандем, и он продолжает свои усилия, заключил экс-министр иностранных дел.